804 ребенка в области пострадали в семьях. Каждый четвертый подвергся насилию, а в отношении каждого второго преступления совершили отец или мать. О жестоком обращении с детьми говорили сегодня в прокуратуре области за круглым столом представители правительства, службы занятости, общественники и другие. Пришли к выводу, взаимодействовать надо чаще, а вот в чем могут помочь на самом деле сотрудники этих органов и реально ли уменьшить количество случаев насилия дома? Спросим у нашего гостя, у нас в студии Лариса Кочерова, семейный психолог. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Прежде всего хочется узнать у вас, с какими проблемами чаще всего к вам обращаются люди, в частности, может быть, родители или дети? Чаще обращаются родители с претензией по поводу того, что в социуме, в классе дети подвергаются насилию словесному, физическому. Вот это, так сказать, большее количество обращений, но радует тот момент, что родители это волнует. Но другой момент, когда не находят общего разговора с педагогом. Педагог – это тот человек, скажем, вторая мама, и когда в классе, скажем так, идет не организация внутриклассной работы, а дезорганизация, это вообще очень серьезный момент, когда идет личностное разрушение ребенка, и ребенок приносит эту проблему домой, где встречается с усталым родителем, и две вот такие волны негодования, недовольства встречаются. Вот в такой ситуации могут быть вполне какие-то агрессивные проявления. Можно ли как-то решить эту проблему, как вы ее решаете? Ну, мы встречаемся обычно с семейным кругом. И огромное желание с педагогом, но педагог, как правило, не идет на контакт, и ссылается больше на домыслы родителей, фантазии детей. Ну, вот мы, вот я озвучил, что преступление, каждое второе среди тех, кто подвергся насилию, каждое второе преступление совершали отец или мать. Вот, что вам известно, насколько вот часто встречаются такие случаи, что родители проявляют какую-то агрессию по отношению к ребенку своему? Ну, когда в родителях, в супругах согласия нет, то, как всегда, является заложником ребенок. Здесь нужно искать, конечно же, первый источник в супружеских отношениях. Потому что это, как правило, они, опять же, повторяюсь, приносят с работы неразрешенные вопросы. И бывает, что финансовые недовозможности достойно вести свое хозяйство, это отражается, конечно же, на нашем эмоциональном состоянии. И, опять же, ребенок попадает под руку, и вот такой замкнутый круг получается. И, конечно же, работа здесь должна вестись круглым столом. Это обязательно условие. Можно изначально встретиться с одной стороной, но с родителем, с другим родителем, отдельно с ребенком. И впоследствии, когда ты уже узнаешь внутренний мир каждого, внутреннее желание, мировосприятие, то это вполне реально решаемый вопрос. У нас не принято общаться с психологами, да, вот в таких случаях. Семьи, наверное, не очень охотно выносят из семьи какие-то проблемы. Действительно, это и есть. Но я, наверное, с уверенностью скажу, что такая культура уже появляется. Появляется. Может быть, от того, что и появляются еще и специалисты. Ведь добрая молва, она имеет хорошее свойство. Но если говорить о насилии в отношении детей в целом, откуда вообще корни? Вот вы говорите, что говорили из детства, да, вот у тех же людей, насильников. Бывает, что дети вырастают в очень интеллигентных культурных семьях. Это потрясающе здорово. Там воистину добрые дети. Но когда они попадают в класс с иного склада, и опять же возвращаемся к несожалению, что... Отношению педагогов. Да, к сожалению, отношению педагогов, то здесь усугубление серьезное идет. Мы сегодня спросили у кировчан, как предотвратить детское насилие в семьях, в нашей группе ВКонтакте, Девятка ТВ. И, соответственно, половина, 55% отвечают, что нужно жестче контролировать неблагополучные семьи. 15% отвечают, что нужно забирать детей из неблагополучных семей. И 30% считают, что нужно чаще проводить профилактические беседы с родителями. Вот вы как бы ответили на этот вопрос? Знаете, вот отрицательно. Вот прям сразу отрицательно. Потому что есть такой принцип, не надо воспитывать детей, а надо воспитывать себя. Дети пускай учатся с тебя. Так вот, жесткий контроль, что это такое? Ведь в старые добрые времена учитель приходил в гости, был всегда желаемым, общались, находили общие пути. Ребенок видел учителя вовсе не таким в домашней среде, нежели. И появлялось у него доверие и, наверное, даже надежда на день завтрашний. Поэтому я не считаю, что это должно быть жестким, а это должно быть, опять же, обоюдоинтересным. Должны строиться диалоги доверительные. Ну, в том числе вот с семьями неблагополучными, да? То есть их нужно... Не только педагогам чаще бывают на пороге дома, но и... Конечно, неблагополучный родитель, это как раз человек, которого действительно нужно понять. Его надо понять и принять. Ведь всему же была первая причина, всегда же был первый излом в каком-то личностном росте. И вот как раз мне встретилось того, той помощи, которая бы могла все это исправить. Как в свое время, например, добрый хирург сделал, вылечил человека и пошло на поправку. А что скажете о самих детях? Вот какое сейчас, в большинстве случаев, какие они сейчас стали ли они более агрессивными, может быть, вот в наше время? Как считаете? Добро есть. Они наполнены добром, но, вероятнее всего, не знают, как его использовать, это добро. Потому что образцы смущают детей. Образцы доброго поведения часто бывают осмеянные. И дети действительно заблудились в этих образцах. И хорошо, если в классе будет несколько человек, хотя бы схожих, похожих, и будет такая небольшая группировка. Каким-то образом дети будут выживать и, в конце концов, подтягивать и расширять эту группу добрых детей. Откуда в последнее время появляется видео издевательств над животными, над сверстниками? Это что? Причина этой агрессии откуда берутся? Ох, вопрос. Вопрос, на который у меня действительно ответа нет. Не то, что ответа, я даже принять это не могу. Понять. Хочется разобраться. Вероятнее всего, накопительство внутреннее. И пока у каждого это накопительство проявляется по-разному. Кто-то в виде агрессии, в виде животных, беззащитных, он не может дать сдачу. Кто-то, наоборот, идет на рожон. Это вот такое вот издевательство над самим собой, заведомо зная, что тебе попадет. Кто-то над бабушкой, кто-то над родителями. Кто-то срывает урок. Понятно. Огромное спасибо, что пришли, ответили на вопросы. А мы продолжаем.